Всем привет! Меня зовут Виталий Фатеев. Сегодня вы увидите обещанную тренировку в дельт. Я готовлюсь к чемпионату Арнольд Плассик, который будет в Мадриде через два месяца. Начнем. Вначале я делаю упражнение махи одной рукой, с сбрасыванием веса. Двойное сбрасывание. Вначале я делаю 12 повторений. Оно с меньшим весом 6 повторений. Еще с меньшим весом 6 повторений. Расклад по гантелям выглядит следующий. 20 кг, 14,8 кг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И следующий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Плассик И на немецкий размер. Добавил ДимаТorzок Субтитры создавал DimaTorzok Обещанная тренировка дельт Сегодня вы ее увидите Но При условии, что мы не покажем вам Все подходы Потому что это будет долго и нудно Поэтому мы будем резать В процессе Монтажа Вы увидите самое основное Вот Здесь я делаю 4 подхода 4 подхода на каждую Дельта Ну что, смотрим еще один А потом переходим к турбону С виду никакой техники, да? Я просто уже чувствую мышцы В такой степени Я могу как короник колонн Просто Срахать снаряд на тренировке И получать этот локатель Следующая пара упражнений, которые совмещают Это жим штанги сидя И жим гантели сидя Вес небольшой Изначально ставлю Килограмм 70 Буду ждать из-за головы Упражнение считается очень травмоопасным Поэтому Пишем делать Подумайте 10 раз А нужно ли оно лап Упражнение считается очень травмоопасным Упражнение считается очень травмоопасным О, здесь следом идет Жим гантели сидя Тоже весом большой 30 килограмм В каждой руке Пойдем Тоже серия из четырех подходов Что можно сказать вообще о тренировке Дельт То, что здесь Рулят не только маки Не только жимы, но еще и маки Как правило Принято считать, что Для набора общей Массы плечевого пояса Нужно делать жимы Вообще жимы всячески В том числе и жимы леж Для того, чтобы Развивалась Передняя дельта Вот Но так или иначе Нужно прокачивать волокна Которые не участвуют До такой степени изолировано Как Вы рассчитываете проработать Жимы Поэтому маки Маки А что касается самой подготовки С соревнованием Здесь Тоже играет Играет роль Время нахождения Мышц под нагрузкой Таким образом Получается, что в сумме 22 повторения Можно сказать Одно и то же движение Это жим Жим вверх Но немножко Разных характеристик Продолжаем Вес Тоже 70 кг Попытаемся сделать Тоже длина Отполторение Такая с виду Лайк тренировка Ничего Откуда Ну уже легче идет Спустеливай Смотрение Ну переходим Нажим Контакт Внутри входим Нажим Внутри входим Внутри входим Нажим Дальше Дальше Нажим Нажим Откуда 22 повторения В режиме тренинга при низком количестве углеводов это самое оно одновременно и веса держатся так скажем на уровне рабочие вот и в то же время объем работы тоже увеличен соответственно деталировка будет прорисовка мышц что вроде гипноза у вас будет прорисовка неимоверно хочется пить постоянно что начнется непосредственно вот это сейчас сразу возникновенный балл сегодня планеты регионной музыки у нас будет подряд и прочее кстати ну не забывайте о жидкости она несет кислород к мозгу не только к мышцам поэтому не забывайте о своем мозге мышцы в этом мире не самое главное что может представлять ваше тело что повесим по 15 кг еще попробуем пожать 100 серьезные веса для серьезных мускулат здесь и хитрень прищер можно особо сильно не строгать так как не так уж значим зависит от всего локальная партия которая разговаривает перед самым национальным местом подсмотрим телефон кодек-джорди музыка и лично люди в том числе названия музыка 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 Дальше идут тяжелые махи-гантели сидя, которые я делаю с лямками. Ни с чем не совмещают. Раньше я делал с подъемом гантели перед собой, но сейчас я вижу, что у меня дельта передняя не так преобладает. Поэтому стараюсь ее лишний раз не задействовать. Принимает на себя нагрузку моментального всех упражнений, например, жим это за головой, гантели. Все это убирается с передней дельтой. Поэтому сейчас не совмещаю ни с чем, будем делать махи-гантели в сторону. 11 раз. Тоже сейчас сделал 4 подхода. Следующий вес будет 30 кг. А то, что касается самого плечо-сустава, эта вещь такая хрупкая. И я бы не рекомендовал вам, работая на массу, использовать два тяжелых упражнения сжимовых за тренировку. Допустим, имея хорошо развитую фантазию, можно влепить жим в сидя груди и следом жим из-за головы. Вот, это будет чересчур тяжело. Нужно учитывать, что у вас вырабатываются не только мышцы, но и суставы. Но, к сожалению, тоже вообще резервы организма, они не безграничны. Если вам сейчас около 20 или чуть за 20, и вы себя чувствуете замечательно, даже после бессонной ночи, то это не значит, что это будет бесконечно. В любом случае, вы закладываете фундамент на всю жизнь. И следует следить и за питанием, и за правильной интенсивностью, правильно подобранной технической тренировки. Не должно быть чрезмерных нагрузок. Поэтому следим, это может быть выглядеть так. Жим штанги, любое предпочтение, которое вы выберете из-за головы, или перед собой, или стоя. Потом можно сделать жим гантелей со средним весом, уже не гоняясь. Не гоняясь за полтинниками, которые будут все видеть в зале. Ну и, конечно, желательно делать вообще перед тренировкой Дельфа махи с небольшими гантелями. Они есть в любом зале. Вот такая стойка стоит наверняка уже во всех залах нашей Родины. И вы можете стромненько разогреть суставы с двухкилограммовыми гантелями. И начать процесс тренинга. Махи хорошо срабатывает подъем штанги, протяжка, стяга к груди. То есть тяга к подбородку с широким хватом, но как бы не к подбородку, а внизу груди она делает. Он тоже очень хорошо развивает. И вообще, конечно, большие Дельфа не накачать гантелями по 14 килограмм, делая махи там вся в зале. Да, мышцы могут быть рельефные, могут быть хорошо оформлены с таким весом, но именно в бодибилдинг он появляется в больших весах. Поэтому я всегда говорю, если у вас есть база пауэрлифтинга, вы всегда на шаг впереди этих билдеров, которые не имеют той души, которая заложена у суловика.